Вот такая прекрасная веточка, на которой закладываются плодушки и очень крупные хорошие яблоки. По выходным этот фермер никогда не работает, но не ради отдыха. Мирские дела оставляет для службы Богу. Отец Анатолий – единственный священник в городке Орехово. Этот храм он построил с прихожанами на месте сожженной в годы войны деревянной церквушки. В 1943 году фашисты убили почти всех жителей Орехово. Не пожалели даже маленьких детей. Здесь поставили крест, где мы каждый на 9 мая, на светлые седмицы, где определенные дни приходим и здесь служим за упокойную литью. Теперь рядом с местом трагедии стоит храм с золотыми куполами. Стены внутри расписаны вручную. Все это богатое по меркам деревенских храмов убранства прихожане создавали год за годом своим трудом. Выращивали овощи на продажу и за вырученные деньги покупали строительные материалы. Строили, все люди помогали, собирали картошку, сдавали. И он трудился, сел своими силами, и зерновые сел, и картошку возил, продавал, чтобы какие-то средства были. И когда церковь построили, люди стали как-то сплоченнее, дружнее стали. Что-то в душе поменялось. Вот церковь у нас как сердце деревни стало. Я тоже вместе с ними и кирпич подавал, и раствор им подавал. Если людей правильное русло направить, если людям объяснять, они просто понимают. И нам, и как бы у нас стала тут одна семья. Сейчас в городке Орехово 900 жителей. Каждый хорошо знает отца Анатолия. Говорят, уже и не помнят, что он не местный. В Беларусь мужчина приехал из Украины. Брался за любую работу. Трудился и пастухом, и столяром. А потом местные жители попросили его возглавить местный приход. О переезде Анатолий не пожалел ни разу. По его словам, даже 30 лет назад между жизнью в соседних странах была большая разница. Была малая там зарплата. А здесь на Беларуси было побольше зарплаты. Давали жилье. Я, наверное, уже не украинец, я уже белорус. Брат есть, сестра там есть. Друзья, одноклассники. Ну, встречаемся. Они, когда приезжают ко мне сюда в гости, они, конечно, завидуют. О, тебе сад, тебе голубика. Трудиться надо, и вас будет. Церковь как бы вне политики. Церковь только молится Богу. Вот мы молимся Богу, чтобы Господь дал мир и на Украине, и в Беларуси, чтобы тоже вот бы как бы прекратилось это все междуусобица. А, ну, заработать нас деньги на Беларуси как бы не проблема. После того, как церковь была достроена, отец Анатолий взялся за земледелие. Сначала в хозяйстве появился огромный яблоневый сад. Сейчас в нем выращивают около 10 сортов яблок. Управляться семейным бизнесом помогают четверо сыновей и подрастающие внуки. Кроме фруктов еще выращивают орехи, а недавно освоили производство голубики. Так что в будни отец Анатолий меняет рясу на рабочую одежду и сам садится за руль трактора. Успеть нужно немало. На участке семь гектаров ягоды. Такому энтузиазму местные жители только удивляются. И не без гордости говорят, за что их батюшка не возьмется, все ладится. На это священник скромно отвечает. Все живое чувствует заботу. Сейчас священник вместе с прихожанами готовится к празднику, благоустраивая территорию вокруг храма. А еще нужно расфасовать урожай яблок. В этом сезоне с деревьев собрали 50 тонн. Каждую осень часть фруктов отец Анатолий передает детям в дома семейного типа. Говорит, его любви хватит на всех. В главном эфире Мария Тройнич и Николай Ковалев.